Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы «Как защитить сердце на даче». Дачный сезон в самом разгаре. Хочется сделать все и сразу навести порядок буквально в каждом уголке, порой не обращая внимания на тревожные звоночки со стороны организма. Однако, взвалив на себя все непосильные заботы разом, можно с легкостью заработать сердечный приступ. В группе риска те, кто уже страдает ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией, а также пожилые люди, особенно мужчины, у которых заболевание может протекать бессимптомно. Как же защитить себя? Как определить первые признаки стенокардии инфаркта? Когда можно помочь себе самостоятельно, а когда следует немедленно бить тревогу и вызывать неотложку? Об этом и о многом другом врач-специалист расскажет буквально через минуту. Для пожилого человека умеренная работа на даче – лучшая тренировка сердца. Она позволяет значительно сократить риск развития сердечного приступа, инсульта и других состояний, смертельно опасных для пожилого человека. Однако стоит отметить, что такая физическая активность для людей с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы может нести как пользу, так и вред. Чтобы работа на даче не стала причиной резкого ухудшения здоровья, необходимо рассчитывать на грузки с учетом собственного самочувствия. Перетруждаться ни в коем случае нельзя. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – «Как защитить сердце на даче». А в студию у нас врач-эксперт, кардиолог, заведующий специализированным консультативным центром Центральной городской клинической больницы Александр Иванович Виноградов. Здравствуйте, Александр Иванович. Добрый день, Светлана. Итак, действительно дачный сезон в самом разгаре, и, наверное, этому можно порадоваться. Правда? Вот как вы, как врач-кардиолог, относитесь к тому, что пожилые люди основную часть времени сейчас проводят на даче? Ну, прежде всего, хочется сказать, что дача, она, кроме каких-либо, может быть, негативных последствий, которые мы сегодня обязательно осветим, конечно, для многих людей, которые годами ей занимаются, которые ездят на дачу, это определенно отдушина. Несет положительные эмоции, улучшается эмоциональный фон, психоэмоциональный фон. Любой врач скажет, что динамические нагрузки, они полезны, а на даче, как правило, нагрузок достаточно. Плюс свежий воздух, общение, в том числе с природой, с растениями, да, кто-то ведь разговаривает с растениями, с цветами. Это все идет на пользу. Но надо помнить о том, и в предисловии было об этом сказано, что люди, у которых есть какая-то уже предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям или уже те, которые страдают, в том числе гипертонической болезнью, и шемической болезнью сердца, им надо с определенной долей осторожностью относиться к своим нагрузкам, которые они предпринимают. Надо понимать, что они уже не такие вполне здоровые 20-30-летние люди, да, а те люди, которые уже есть какая-то предрасположенность или какие-то симптомы, жалобы. И им надо обязательно иметь с собой, конечно же, лекарства на приусадебных участках. Если они какие-то лекарства принимают регулярно, то обязательно не забывать об их приеме, и в том числе на природе, ну и прислушиваться к своему состоянию организма. Нужно ли обязательно иметь на даче тонометр? Если человек страдает повышенным артериальным давлением и уезжает на дачу, ну, предположим, на несколько дней, а то и на весь сезон летник, обязательно тонометр должен быть. То есть обязательно с собой лекарства, обязательно тонометр и продолжать наблюдать за своим состоянием. То есть не стараться вот сделать все и сразу, как мы сказали об этом в самом начале. Уважаемые телезрители, я напомню, что тема нашей сегодняшней программы «Как защитить сердце на даче», любимой многими даче, где действительно, как сказал Александр Иванович, многие получают максимум положительных эмоций, но она таит и немало опасностей. Поэтому звоните, наш телефон 67 97 67. А если позволите, я уже начну озвучивать вопросы, которые пришли накануне. В частности, Михаил, которому 63 года. Он спрашивает, какие физические нагрузки при высоком артериальном давлении полезны для сердца, а какие оказывают неблагоприятное действие на его работу? Ну, прежде всего, следует сказать, что высокое артериальное давление, а это уже определенное противопоказание к повышенным физическим нагрузкам. И если предстоят какие-то физические нагрузки, особенно повышенные, следует все-таки идти к тому, чтобы давление было... Ну, во-первых, принимались лекарства регулярно, во-вторых, оно было стабильным, чтобы предотвратить развитие кризов, то есть как высокого, так и низкого давления, чтобы не было перепадов артериального давления. Если давление компенсировано, если лекарства подобраны, если цифры для пациента оптимальные достигнуты, то нагрузки такие, как динамические, предположим, ходьба, переноска каких-то определенных, может быть, предметов, строительство, да, то есть если он, конечно, мешки не таскает с цементом сам, или там кирпичи постоянно, то это, наверное, не стоит делать лучше. А пациенту гипертонику нанять каких-то рабочих, да, не самому этим заниматься, особенно в короткие промежутки времени. Вот, прополка, покопать можно, да, посадить. Вот все это, в принципе, не возбраняется, но, может быть, еще сделает здесь пометочку надо, что лучше делать перерывы, то есть если вы что-то делаете, да, то не заниматься этим часами, вот одной и той же нагрузкой. Лучше поработать где-то час-полтора, сделать небольшой перерыв, вот, и снова какую-то нагрузку дать. И нахождение на солнце, открытом долгое время, это может привести к повышению артериального давления, ну, и к солнечному удару, к тепловому удару, что тоже ухудшит состояние. Ну, то есть головной убор обязательно нужно делать? Обязательно головной убор, лучше поработать с утра, а лучше всего во вторую половину дня, когда солнце постепенно садится. Если у вас приусадебный участок в зелени, то, как бы, вот это, наверное, более такой благоприятный вариант. Угу. Следующий вопрос от Антонины Алексеевны, ей 61 год, и она пишет, что на даче приходится много работать с тележкой, таскать вёдра, короче, часто наклонять спину. Окучивает Антонина Алексеевна на корточках, на скамеечке не получается. Давление поднимается до 166 на 99. Голова не болит, пишет Антонина Алексеевна, но головокружение есть. Надо ли сбивать такое давление таблетками, или можно просто отдохнуть? 166 на 99 – это уже вторая степень артериальной гипертензии. Это давление повышенное. Напомню, что давление оптимальное – это от 120 до 139, ну, на 80-89 миллиметров тутного столба. Представленные цифры – это повышенные цифры. Я бы посоветовал Антонине Алексеевне как-то с врачом встретиться, подобрать препараты, чтобы не было таких подъемов артериального давления, достигнуть, ну, может быть, не 120 миллиметров тутного столба, но хотя бы 140-145, но чтобы это давление было стабильное, и тогда уже продолжать физические нагрузки. А, значит, по поводу симптомов, да, голова не болит, но головокружение есть. Головокружение – это тоже одна из частых жалоб, которые предъявляют гипертоники. То есть далеко не всегда появляются головные боли, а вот жалобы на головокружение, слабость общую, утомляемость от небольшой физической нагрузки у пациентов, страдающих повышенным артериальным давлением, в том числе при выполнении физических нагрузок, присутствуют. Конечно же, надо иметь препараты для самопомощи, то есть для купирования возможного гипертонического криза, когда уже появляются жалобы. Но эта терапия, вот самопомощь, она коротковременная, дает эффект на короткое время, и она уже применяется тогда, когда свои регулярные препараты не помогают, не справляются. То есть здесь обязательно подбор терапии для ежедневного приема и наличие в аптечке препаратов, с помощью которых можно в домашних условиях или в условиях нахождения на даче сбить до оптимального уровня артериального давления. Если уже эта скорая помощь не помогает, тогда обратиться к врачу или вызов скорой помощи, в том числе на дачу, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление гипертонического криза и предотвратить инсульт. Я вот понимаю, что Антонина Алексеевна связывает вот это повышение давления с физической работой, с тасканием везер. В том числе и прополка или окучивание. На корточках. Да, если несколько часов провести в такой неудобной позе, то может давление легко подняться. То есть если человек не гипертоник, то этого не произойдет? Если он молодой, состояние здоровья еще позволяет, то можно работать. Но ведь кроме проблем с сердцем, которые мы сегодня рассматриваем, есть другие проблемы, так называемые дачные болезни, которые связаны и с растяжениями, и с радикулитами, обострениями, в том числе проблем, связанных с позвоночником. Поэтому долгая работа в какой-то определенной позе, она может спровоцировать неприятные ощущения. Поэтому, как я уже сказал, делать перерывы, паузы. То есть поработали, походили, погуляли, минут 15-20 сделали перерыв, потом опять приступать можно. Следующий вопрос от Артема, которому 39 лет. Он пишет, о чем может свидетельствовать учащение случаев резкого понижения артериального давления 100 на 60, 80 на 60. Могут ли в этом случае лекарства без консультации со специалистом спровоцировать инфаркт или инсульт? И есть ли связь между выраженной гипотонией в молодом возрасте и гипертонией в пожилом? Ну, этот, наверное, вопрос можно разделить на несколько, потому что здесь как-то три вопроса в одном. Если пациент, если человек привык к пониженному давлению, там 90 на 60, даже 80 на 60, и это ему не приносит каких-либо жалоб, то он долгое время вот с таким давлением может жить и спокойно себя чувствует. Так называемый гипотоник. Если у него давление увеличивается, и вот периодически бывает такое резкое снижение артериального давления, что само по себе, или на фоне принимаемых, возможно, препаратов, или человек забыл, принял ли он лекарство и принял двойную дозу, то есть тоже может снижение артериального давления. В этом случае могут появиться жалобы такие, как слабость, головокружение, головная боль, какие-то предобрачные состояния. Вот таких, конечно, моментов надо избегать, потому что на фоне резкого снижения артериального давления могут возникать проблемы именно с питанием головного мозга. Так называемая гипоксия может наступать. Если эти проблемы будут часто, то головной мозг будет недополучать кровь, кислород, и, как вот здесь в вопросе сказано, это может спровоцировать, ну, реже инфаркт, чаще острое нарушение мозгового кровообращения. Бывают случаи, когда пациент из гипотоника превращается со временем в гипертоника, но тут надо смотреть, как быстро этот проходит переход. Если это годами постепенное увеличение артериального давления, иногда и чаще всего это, ну, не так вредно, может быть, для пациента, он нормально это переносит, просто правильно подобранная антигипертензивная терапия может вернуть его, может быть, не к тем низким показателям артериального давления, которые у него были там в подростковом молодом возрасте, но к оптимальным цифрам, там, 120-130. Если это достаточно быстро переход, то есть что-то спровоцировал, был гипотоником, стал резко, ну, с такими повышенными цифрами, тут надо более, нужна агрессивная терапия, но это обязательно надо обратиться к врачу для правильного подбора. Когда мы подбираем лекарства для снижения артериального давления, мы смотрим не только за тем, что будет снижаться давление, но и за скоростью, то есть снижение давления. Мы не должны, если человек долго жил в повышенном давлении, не должны ему быстро снижать артериальное давление, потому что вот на этом переходе от повышенного к пониженному тоже могут быть проблемы со здоровьем. Вы знаете, вот меня еще заинтересовал тот момент, что без консультации со специалистом, то есть, вы знаете, постоянно слышу со всех сторон, вот у меня сестра там принимает то-то, или там соседка на полистичной клетке от сердца принимает то-то, и люди начинают принимать то же самое. Вот что вы как врач-кардиолог можете сказать, когда человек сам самостоятельно занимается самолечением? Часто приходится, к сожалению, слышать и на приеме на амбулаторном, вот у соседки такие же симптомы, такие же жалобы, то же самое, и она принимает такие-то лекарства, скорее всего, они мне тоже помогут. Не надо заниматься самолечением, я думаю, что это каждый врач вам скажет, все-таки обратиться к специалисту, потому что люди все разные. Может быть, болезнь, она одна и та же, но проявления ее у данного конкретного человека все равно разные. Сопутствующие заболевания, анамнез, то есть история заболеваний разная, во сколько лет началось, как болели родственники, есть ли предрасположенность. Поэтому все индивидуально, и подход к каждому человеку должен быть индивидуальный. Препаратов на рынке масса, тут надо... И у многих есть противопоказания? Да, у многих противопоказания, возможны какие-то побочные эффекты. Есть ли у пациента вредные привычки? Нет. Нет, что касается сахарной диабеты, ишемическая болезнь сердца, есть ли она у него, проблемы с щитовидной железой, какие-то другие проблемы. Это все врач на приеме при личной встрече оценивает для того, чтобы правильно подобрать лекарства именно данному пациенту. И еще, вы знаете, хотелось бы, чтобы вы, как врач-специалист, более кардиолог, сказали относительно приема просроченных лекарств. Очень часто тоже слышу, что с прошлого года какие-то лекарства остались в аптечке, вот сейчас стало плохо, некогда ехать, и вот срочно, да, ничего страшного, там всего два месяца, как уже просроченные, ничего страшного не будет. Как вы относитесь к этим просроченным лекарствам? Ну, отрицательно. Я думаю, что тут надо сказать людям, которые особенно на дачу едут, если мы касаемся этой темы, что перед выездом на дачу, особенно на длительный период, если, например, кто-то уезжает с мая по сентябрь, там по октябре, живет там далеко от своего постоянного места или там далеко от места, где могут оказать помощь медицинскую, надо обязательно проверить лекарства, чтобы не было просроченных, сделать определенный запас, да, то есть вы знаете, на сколько месяцев вы едете, и сделать запас, чтобы обязательно вот тонометр, как я уже сказал, потому что просроченные лекарства может поможет, но, скорее всего, не поможет. Но это, ну, как бы такая лотерея, лучше не играть все-таки в лотерею со своим здоровьем, потому что если вдруг у пациента приступ стенокардии или там подозрение на острый инфаркт миокарда, ему надо принять нитроглицерин как средство помощи, а если лекарства крошатся, просроченные, ну, не будет эффекта, и можно умереть просто вот, потому что не было оказано своевременная помощь. То есть рекомендация провести тщательную проверку, да, своей аптечки и заменить все просроченное на свежее лекарство. Следующий вопрос от Алексея, ему 45 лет, он пишет, что после сильных переживаний появляются загрудинные боли. Стоит ли обратить на это внимание? Как часто нужно посещать кардиолога? Какие витамины и микроэлементы порекомендуется для улучшения работы сердца? Ну, в вопросе, как бы такая уже связь содержится, может быть, она и не прямая, но, скорее всего, связь определенная есть. После сильных переживаний появляются загрудинные боли. Это может быть, ну, не видя человека, сложно сказать, но, скорее всего, это симптом, в данном случае возраст 45 лет, мужской пол, в принципе, может быть, это приступы стенокардии возникают. Они же не только при повышенных физических нагрузках, в том числе на даче, да? Ну, и при сильных переживаниях, волнениях, каких-то стрессах. В данном случае надо обратиться к врачу для того, чтобы сделать электрокардиограмму, для того, чтобы сделать УЗИ сердца, может быть, поставить суточный монитор ЭКГ, какие-то провести нагрузочные пробы для того, чтобы выяснить, есть ли стенокардия или нет. То есть, ну, обязательно, вот, как бы, обратить на это внимание, не пускать это... Игнорировать. Да, не игнорировать, не пускать все на самотек. Как часто нужно посещать кардиолога? Ну, в зависимости от того, как будет, какой диагноз будет установлен. Если это ишемическая болезнь сердца будет установлена, стенокардия, то в течение первого года это раз в квартал, потом при стабильном течении заболевания, при правильно подобранной терапии, то, возможно, раз в полгода или раз в год. Но обязательно раз в год надо будет в последующем делать электрокардиограмму и УЗИ сердца. По поводу витаминов, микроэлементов, ну, считается, что калий и магний – это два микроэлемента, которые наиболее такие полезны для сердца. Есть витамины, да, которые продаются для сердца, которые содержат уже калий и магний, препараты. Но я бы тоже здесь не стал рисковать и советовать что-то не видя пациента. Все-таки лучше увидеть, поставить правильный диагноз или подтвердить или исключить ишемическую болезнь сердца, потому что если диагноз стенокардии будет установлен, там и кроме микроэлементов будут назначены те препараты, которые пациент должен принимать регулярно. А уже калий и магний – это будет уже как вспомогательная терапия, но не основная. Понятно. Вот при постановке диагноза, при приеме, допустим, лекарств, даже при приеме витаминов, может быть, еще порекомендуете какие-то специальные продукты, так сказать, ввести их в рацион в большем количестве? Ну, да. Калий и магний содержащие – это банан, картофель, ну, вообще овощи, фрукты, в принципе, они допускаются любые, обязательно морепродукты, рыба, любая речная, морская капуста в том числе. Ну, в общем-то, это, наверное, такие основные. Орехи, изюм, курага, мед – ну, как бы это все в меру, конечно, да, особенно у пациентов, у которых есть сахарный диабет, наверное, много меда не надо, но чуть-чуть, одну-две, как бы, чайные ложки в день – это абсолютно не помешает. Следующий вопрос от Валентины. Она спрашивает, скажите, доктор, что делать, если жжет и давит в груди? Какой должна быть первая помощь при таких симптомах? Ну, может быть, этот вопрос чем-то похож на предыдущий. Надо смотреть, с чем связана вот эта боль. Ну, это лучше все-таки со специалистом, да. Если эта связь именно с нагрузкой физической, эмоциональной, она появляется за грудиной, отдает, предположим, в левое плечо, в нижнюю челюсть, в межлопаточную область, ну, то есть какая-то иррадиация так называемая, то есть отдает боль. И если человек принимает нитратосодержащий препарат, нитроглицерин или нитроспрея и боль уходит, или прекращает нагрузку физическую, если она при физической нагрузке, то, скорее всего, имеет место быть стенокардия. И, как я уже сказал, надо обратиться к терапевту, а лучше к кардиологу. Если эта боль длительная по времени, она появляется в разное время в разных местах, в позвоночнике, за грудиной, в левой половине грудной клетки, не связана, там, предположим, с физической нагрузкой, а связана больше с положением туловища. То есть человек говорит на левом боку, вот больно, повернусь направо и проходит. И она длительная по времени, и нет эффекта положительного от нитроглицерина. Скорее всего, это могут быть проблемы, ну, разного. Может быть и проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что пищевод, он примерно там же находится, где и сердце, по крайней мере, они рядом друг с другом предположены. Межеоберная невралгия, проблемы, ну, по типу боли в спине, там, грыжи грудного отдела позвоночника. Но для того, чтобы провести диагностику, надо обратиться к врачу. Какая помощь? Ну, если диагноз стенокардии поставлен, то обязательно вам надо с собой иметь нитроглицерин, особенно если вы выезжаете из города, на дачу в том числе. Нитроглицерин или нитроспрей, но нитроспрей лучше, потому что он в жидком виде быстрее всасывается под язык и быстро оказывает эффект. Как вести себя людям на даче с аритмией, у кого уже диагностировано? Если аритмия появилась, приступ аритмии. Если у человека приступ мерцательной аритмии появился, если диагноз ему раньше был поставлен, то у него, как правило, уже препараты есть, те, которые он регулярно принимает. И есть препараты, так называемые, ну, как бы таблетка в кармане, то есть то, что он принимает именно при аритмии. Потому что для скорой помощи, даже при одном заболевании мерцательной аритмии, есть разные препараты, которые помогают. Один помогает, один не помогает. Это все мы тоже постепенно подбираем. Не всем сразу удается подобрать. То есть он должен принять обязательно. Если не помогает, тогда вызвать скорую, потому что приступ мерцательной аритмии, особенно затянувшийся, он может влиться в инсульт. Ну, может. То есть чем дольше этот приступ, тем хуже потом эффект от лечения, тем дольше будет не наступать этот эффект. Если почувствовали какие-то замирания однократные или учащенное сердцебиение, то есть правильно бьется оно часто, особенно после физической нагрузки, может быть, поволновались и какие-то однократные там эпизоды, там стучит, стучит пауза, опять стучит ровно. Ну, это так называемые экстрасистолы. На всякий случай я бы посоветовал иметь, ну, что-то успокаивающее, типа кроволол, валидол, кому-то помогает пустырник. И есть такой препарат анапрелин, он, если принять под язык таблеточку, то он достаточно быстро и пульс урежает, и экстрасистолы убирает. Но если это возобновляется, повторяется, то лучше не рисковать обратиться к врачу, когда вы вернетесь уже с дачи. — Физические нагрузки для людей с аритмией показаны? — Смотря какая аритмия, и смотря, как часто она появляется, бывает же аритмия с приступами раз в год, там, ну, то есть если это, конечно, частые приступы по несколько раз в день, то я бы не рекомендовал. Ну, или, по крайней мере, со своим врачом надо обсудить интенсивность, возможно. Если вот какие-то однократные замирания, тогда, в принципе, можно. Надо смотреть, как человек их переносит, потому что иногда физические нагрузки улучшают самочувствие, а аритмия может появляться в ночные часы, когда человек уже отдыхает. То есть надо смотреть. — Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы нашли время сегодня к нам прийти. — Спасибо вам. — За все, что вы нам сегодня рассказали. Будем надеяться, что любители дачи, поработать на даче, прислушивались сегодня внимательно к тому, что вы говорили, возьмут все это на вооружение. — Спасибо. — Ну, а мне остается вам сообщить, уважаемые телезрители, что тема следующего выпуска программы «Скажите, доктор, рак почки». К нам в студию придет врач-онколог, заведующий отделением онкоурологии Новгородского областного клинического онкологического диспансера Андрей Александрович Баулин. Готовьте вопросы для прямого эфира, задавайте их заранее на сайте интернета «Здание 53 новости» и в группе «Скажите, доктор, ВКонтакте». А на сегодня все. До новых встреч и будьте здоровы!